Сегодня мы будем говорить о празднике. Тема нашего урока у нас праздник. Попробуем рассказать сегодня о вечеринке по случаю дня рождения друзей, закрепить образование и употребление множественного числа правильных и неправильных существительных, закрепить образование и употребление неопределенных артиклей, составить список необходимых вещей для вечеринки. Также не забывай, что у тебя сегодня в этом уроке контроль на аудирование. Будь очень внимательным, выполняя тест. Слушай слова, повторяй их за диктором и указывай на рисунки в учебнике. Затем выучите слова. Бискит с печеньем, попкорн, попкорн, а черри, вишенка, а машрум, гриб. Я прочитаю сейчас этот диалог и переведу его для тебя. Я люблю кушать пирог, либо торт, сладости и печенье. Я тоже люблю открыточки и подарки. А вот и торт Ника ко дню рождения. Посмотри на свечи. Знаете, в нашей семье мы добавляем еще одну дополнительную свечку на удачу. В Канаде родители намажут сливочным маслом носики своих детей. Тоже на удачу. Я не могу дождаться, чтобы увидеть тебя со сливочным маслом на твоем носике. Прочитай предложение. Напиши ответы на вопросы в рабочей тетради. Не забывай начинать выполнение упражнения в тетради с записи даты. Потом номер упражнения и страницы. Кто любит вечеринки по случаю дня рождения? Что делает семья Ника для привлечения удачи? А что родители в Канаде делают тоже на удачу? Запиши ответы на эти вопросы в рабочей тетради, обычной, не на печатной основе. Exercise 4, page 76. Match the sentences with the pictures. Рассмотри иллюстрации к упражнению. Потом прочитай предложения и соедини их с соответствующими рисунками в учебнике. Для вечеринки есть печенье, попкорн и торт. Вечеринка состоится в четверг в 7 часов. Нику 10 лет сегодня. На торте Ника 11 свечей. Я думаю, что очень легко уже будет для тебя сейчас сделать это упражнение. Соедини картинки с предложениями. А сейчас мы рассмотрим с тобой табличку Remember. Образование множественного числа в английском языке и произношение. В этой вроде бы простой ситуации есть очень серьезный нюанс. В зависимости от того, каким звуком заканчивается слово, S может звучать и как С, и как З, и как Из. Если это знать и использовать, то вполне реально здорово продвинуться в понимании речи на слух, не говоря уже о том, что это позволит другим лучше понимать вас. Общее правило. Если конечная согласная глухая, то S читается как С. Окончание и С прибавляется к существительным, которые заканчиваются на Буква И в окончании слов типа Cakes, Clothes, Lakes, Ice не произносится. Мы произносим конечное и С как Из. Если слово заканчивается на громкую, на звонкую согласную, тогда буковка С, окончание С, читается как З. Candles, Eggs, Balloons, Mushrooms. Это была средняя колоночка в нашей табличке Remember. Английский не был бы английским языком, если бы в нем не было неправильных слов. А неправильных глаголов, скорее всего, ты уже слышал. По аналогии с ними, некоторые существительные во множественном числе в английском языке изменяются не так, как большинство. Они не присоединяют S, а трансформируются кто во что гораст. Например, Child, Children. Такой пример у нас есть в нашей табличке слов. Более детальная информация у нас в материалах урока. А сейчас выполним упражнение 5 на страничке 77. Choose and find. Выбери правильное слово из предложенных. И для этого мы должны опять-таки повторить правила. Мы будем говорить сейчас о неопределенном артикле en и о местоимении sam. Неопределенный артикль используется, когда мы упоминаем что-то впервые или хотим сказать какой-то один, любой, один из. Артикль en, мы знаем, что это один артикль, используется только перед исчисляемыми существительными единственного числа, то есть перед такими, где можно мыслимо сказать один. Исчисляемые существительные, напоминаю тебе, это те, которые можно посчитать, например, книги, деревья, собаки. Артикль en используется перед словами, которые начинаются с согласного звука. Ebook. Артикль en используется перед словами, которые начинаются с гласного звука. En apple. Вроде бы все просто и понятно. Да, но бывают и более сложные ситуации. Обратите внимание, с согласного звука, а не буквы. Например, a house. Слово начинается с согласного звука. An hour. Слово начинается с гласного звука, хотя первая буква – H в этом слове, час. A university. Слово начинается с согласного звука, но буква гласная. An umbrella. Слово начинается с гласного звука. И не забываем, что артикль EN используем только перед единственным числом. Местоимение SAM. SAM – это местоимение, которое мы можем использовать как самостоятельно, так и в качестве замены артикля. Оно используется в значении некоторой какой-то несколько, с исчисляемыми существительными во множественном числе и неисчисляемыми существительными. There are some apples on the table. На столе какое-то количество яблок. То есть данное упражнение SAM мы используем только с существительными во множественном числе. Выполни это упражнение теперь самостоятельно. Exercise 6, page 78. Составь список необходимых вещей для вечеринки в честь дня рождения. Часть B. Составь коротенькие диалоги по примеру упражнения. 6P на страничке 78. Это можно сделать устно. Ask and answer in pairs. For example, I need some balloon and a pizza. How many balloons do you need? I need ten balloons. Вот такой пример этого диалога. Составь наподобие такие же микродиалоги самостоятельно. И сейчас вкратце о наших упражнениях в рабочей тетради. Exercise 1, page 59. Добавь слова в текст, прочитай и переведи текст. Конечно же, слова касаются темы праздники. Exercise 2, page 60. Describe the picture. Опиши рисунок. Что на нем изображено? For example, this is the birthday party. What can you see? I can see a lot of people. I can see some guests. Что у нас где находится теперь, тоже можно описать. Я думаю, что с этим заданием ты тоже справишься на ура. Exercise 3, page 61. Прочитай письмо и напиши письмо в ответ о своей любимой вечеринке или о своем любимом дне. По примеру. А на сегодня все. Я желаю тебе всего хорошего. Встретимся буквально уже скоро в следующем уроке. See you later. Goodbye, my friend. Have a nice day. Bye.